Меня довольно давно и очень упорно просят построить, показать, рассказать и протестировать билд на максимальную выживаемость Геральта. И очень давно я уже обещаю это сделать. Ну что ж, ликуйте, время почти пришло. На самом деле я сам очень хочу увидеть и сделать этот билд, так как убивать с одного удара всех неинтересно. А вот при этом не париться насчет того, что можно умереть, важно. Потому и приступать к построению этого билда без предварительной подготовки я не буду. Итак, вопрос выживаемости довольно скользкий и по большому счету зависит от двух главных параметров. Первый, это количество жизней, включая способы их восстановления. А второй, это показатели защиты, сопротивления и прочие способы снижения урона. Сегодня в рамках подготовки к билду на максимальную выживаемость я решил протестировать все, что связано с ХП. И возможностью его максимизации, регенерации, восстановления. Ну что ж, поехали! Привет, ковбой! С вами Вось Ребус и просто канал об играх. Я подумал, что немного развеяться с помощью старого доброго теста навыков нам не помешает. Даже если это и грозит нам совершенно не каноничным билдом и невероятными для каноничного Геральта показателями выживаемости под градом вражеских ударов. Начнем, пожалуй, с брони. Она должна добавлять ХП. Лучшая в этом плане броня это турнирный доспех Тусенского Рыцаря. Каждый ее элемент добавляет плюс 500 ХП. У меня, к сожалению, полного сета нет, потому разбавлена просто броней Тусенского Рыцаря по 450 единиц ХП за каждую часть доспеха. В сумме можно набрать 2000 дополнительного здоровья. Ни клинки, ни руны, ни какие-либо зачарования напрямую или косвенно ХП не прибавляют, поэтому этот вопрос не затрагиваем, а сразу переходим к мутациям и навыкам. Всего из 6 навыков напрямую или косвенно увеличивающих ХП. Итак, это. Навык Техники Школы Медведя, дающий плюс 20% к базовому показателю ХП. Навык Инстинкт Выживания, просто дающий 500 ХП. Навык Мутация Тканей, дающий по 1000 ХП за каждый используемый отвар. Навык Презрение к Боле, дающий плюс 50% ХП от уровня интоксикации. Навык Синергия, увеличивающий силу мутагенов на 50%, то есть дающий, например, не 600 ХП, а 900. И навык Побочные Эффекты, активирующий дополнительные зелья при использовании любого основного. Чем черт не шутит, вдруг выпадут зелья Полнолуния, которые как раз увеличивают ХП. Кстати, нет ни одной мутации, которая давала бы нам ХП, но если объединить навык Мутация Тканей и Мутацию Метаморфоза, которая рандомно добавляет нам 3 отвара в бою, то в чистом ХП это прирост на целых 3000. Осталось взять и выставить 12 зеленых навыков в основные ячейки, чтобы с помощью мутагенов получить еще почти 4000 ХП. Выпиваем 4 любых отвара, например, Полуночницу для дополнительного ХП, Экиму для Вампиризма, Тролля для Регена, зашливовать все это Василиском, так как у него меньше всего затраты на интоксикацию, и добить все это зельем Полуночницы, как раз которая дает нам ХП. Мне этого хватило тютелька в тютельку на порог интоксикации. Итого, 19 390 ХП. Неплохо, будем считать, что 20 тысяч, так как у нас не топовая броня. При этом у нас не работают дополнительные отвары, зелья и бонус от Полуночницы. А если все это включить, то и до 25 тысяч недалеко. Но постойте, просто так взять и собраться в ХП может, наверное, каждый зритель моего канала. Но далеко не каждому будет интересно тестировать эти скиллы и выбирать максимально эффективные, так что давайте смотреть вместе. Первым делом для разминки я убираю инстинкт выживания, который должен давать нам 500 ХП, без каких-либо обязательств. И действительно, снял навык, потеряли ровно 500 ХП. Но нужно ли нам всего 500 ХП за целую ячейку вопрос спорный? На этом уровне точно нет. Далее, и пожалуй самое интересное, убираем техники школы медведя, которые по описанию дают нам некие 5% за каждую единицу тяжелого доспеха к показателю ХП. Итого, при снятии навыка мы теряем 2315 единиц ХП. Уже кое-что, учитывая, что данный навык дает еще и прирост к урону силовой атаки. Хотя и само по себе число странное. Навык должен давать плюс 20%, а сейчас это лишь 12. Видимо, расчет идет от определенного полубазового значения, но почти 2500 ХП это весомое количество, так что навыку зачет. Далее, навык из алхимии презрения к боли. По идее, должен давать 50% от уровня интоксикации, которая на текущий момент равна 280 единицам. То есть, 140 ХП полная фигня. Но мне всегда казалось, что оно дает около 500 ХП. Давайте проверим. Убираем и видим, что на самом деле этот навык не дает вообще никакого прироста ХП. Не навык, а хрень какая-то или какие-то очередные баги. Ребята, напишите, как у вас работает данный навык. Просто очень интересно узнать, один ли я такой. Остальные навыки даже не требуют теста, так как их описание 100% соответствует их реальной работе. Такие вот пироги. От многих навыков можно отказаться и уже более-менее выстроить себе билд на выживаемость, отталкивающийся от максимизации ХП. А освободившиеся ячейки посвятить атаке. Давайте посмотрим, как поведет себя данный билд, учитывая, что я его никак не тестировал, не оптимизировал и не проверял. Ну ладно, нам пока еще рано делать реально рабочий билд, потому продолжим тесты. Первым делом все мои надежды идут на отвар полуночницы и ее механику добавления по 50 ХП за каждого упитого врага. При условии, что ХП сохраняется до медитации или быстрого перемещения. То есть, по сути, каждая схватка дает нам дополнительное ХП. По чуть-чуть, но дает. Кроме того, данный отвар не имеет потолка. И немного пофармив, я настакал себе целых 70 тысяч ХП. И это при том, что во мне почти весь билд построен на атаку. Кстати, для теста этого отвара я использовал билд, с которым набивал максимальную атаку. И каково же было мое удивление, когда я увидел, что у меня стоял навык техники школы медведя, а не кота. Хотя броня была легкой. О ужас, когда я нанес свои рекордные 285 тысяч урона, у меня был навык школы медведя, а не кота. Блин, это точно не пределы 300 тысяч нанести можно легко. Ладно. Если честно, то сам по себе отвар спорный. 50 ХП, когда в среднем мы встречаем по 3-5 противников, не дает колоссального прироста. Можно, конечно, настакать, как я в этом форте, но есть ли в этом смысл? А отвар есть и поудачнее. Еще я хотел попробовать поиграть с регенерацией, но быстро понял, что даже при 15 тысячах ХП реген даже в 100 единиц в секунду, это очень мало. Учитывая, что враги наносят по 3-5 тысяч урона. Поэтому отвары кладбищенская баба и тролль тоже отправляются в топку в рамках билда на максимизацию ХП. В итоге последним, что я захотел протестировать, были навык бессмертия в линейке фиктования, которая примерно 1 раз в минуту, точно не знаю, за счет вашего адреналина восстанавливает ХП. И мутация 2-я жизнь, которая раз в 3 минуты позволяет возродить Геральта при неминуемой гибели. Восстановить при этом ему фулл ХП и временно повесив непробиваемый щит. Меня первым делом интересовало, как работают эти воскрешающие навыки вместе. Ведь по отдельности с их применением я уже сталкивался. И да, работают. Если есть адреналин и навык бессмертия не в невидимом откате, используется первым делом этот навык. Если в откате или нет адреналина, то используется навык 2-я жизнь, у которой есть четкий откат. Как по мне, такая мутация как 2-я жизнь бесполезна. Целая мутация на такое неинтересное занятие как воскрешение. При условии, что навык бессмертия работает гораздо чаще. А уж настакать адреналин это дело второе. А что в итоге? Я могу сказать, что количество ХП на самом деле не решает. И смысла его фанатически максимизировать нет. Но его должно быть ровно так, чтобы выдержать несколько ударов. Так как один раз ошибаются только саперы. А Геральт имеет право и на вторую жизнь. А с этим вполне справляется и просто навык бессмертия и пару навыков из линейки алхимии. Что ж, на этом все ребята. Видео заслужило лайк, а я подписки на канал. Довольно сложно давать итоговую оценку обычному тестированию без применения его в билде. Но надеюсь вам понравилось и кому-то может быть даже помогло. Совсем скоро я сделаю подробный тест на сопротивление и попробую выкачать его на максимальный 100%. Снизив при этом максимально входящий урон и повысив максимально сопротивление броней. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. И на этом всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok